Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Во всем этом мы знаем, что Господь есть с нами. Во всем что бы ни происходило, где бы ни происходило, с кем бы ни происходило, мы знаем, что Господь контролирует ситуацию. Бог в контроле. Господь царствует, Он на троне. И поэтому, друзья, сегодня я рад предоставить своего друга снова, пастор Павел. Приветствую пастора Павла. Приветствую, пастор Юрий. Спасибо за приглашение. Welcome back, welcome back. Мы всегда рады твоему присутствию, твоему участию в студии и в наших служениях. Спасибо, я рад быть служителем. Смотри, я в размышлении сегодня был, и что Христос говорил буквально перед своим уходом уже из земли. Христос сказал некогда следующие слова. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. И 33 стих. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. И 35 стих. Он снова говорит, усиляя эту же самую мысль. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящему. И снова же 37 стих. А что говорю вам? Говорю вам всем, бодрствуйте. И 31 стих. Бодрствуйте. И 35 стих. Бодрствуйте. И 37 стих. А что я говорю? Суммируя то, о чем он выше говорил, снова говорю всем, бодрствуйте. Пастор Павел, с одной стороны мы радуемся. Господь утешил свой народ в Америке. Утешил чем? Тем, что некое послабление пошло по отношению к христианству. И мы вот прошли эти периоды, когда так все радовались. И везде, отовсюду. Мы говорили с тобой буквально две недели назад, в этом же эфире, встречаясь, о том, что везде звучали поздравления пасхальные, рождественские. То есть и пасхальные, и рождественные, новогодние все. То есть тренд поменялся в лучшую сторону. Слава Богу. Слава Богу, да. То есть, но тем не менее, мы же прекрасно понимаем, мы прекрасно понимаем о том, что расслабляться нам нельзя. Что мы живем в тревожное время, в особое время. И я говорил в начале, глядя на все эти вещи происходящие, можно и охать, можно и ахать, и тревожиться, и опасаться, и бояться. Но тем не менее, мы же знаем, что Господь в контроле. Господь контролирует всем. И знаю, что ты также пребываешь в молитве, о чем мы даже по телефону с тобой говорили сегодня. Как ты видишь? Состояние общества. Серьезное предостережение, вот что Иисус ударение делал, когда говорил о последнем времени, что бодрствуйте, бодрствуйте. Смотрите, чтобы кто не услышал. Что значит бодрствовать? Это по-английски сказать to be alert, to be vigilant. Watch out. Стоять на страже, понимать, разбираться, где черное, где белое. Но видно, что сам человек не может по себе разобраться в духовном, сверхъестественном, во всех событиях, действиях, учениях, которые происходят. Это только если мы бодрствуем. Это только если мы вникаем в Писание. Днем и ночью книга не отходит от уст наших. Это только если мы непрестанно молимся. Это только если мы распинаем плоть со страстями и похотями. Это когда мы всеми силами стараемся жить по заповедям Божьим. Бояться Бога. Ходить перед Богом. Жить для Бога. Если у нас вот это есть бодрствование, состояние, тогда духовно приходит это понимание, распознание от Бога сверхъестественного. Мы понимаем, где истина, где ложь. Если мы не бодрствуем, я, пастор Юрий, буквально вчера много информации получил такое, что я всегда сомневался в этих действиях. Огромнейшая церковь, тысячи людей, движение на всю страну, на Украине у нас там. На всю страну движение, масса людей, такие крусейды на стадионах делаются. Там люди падают, как будто что-то там происходит, люди исцеляются. И открылось такое, что люди начали оттуда выходить изнутри, лидеры, ответственные, пасторы. И такое открывается внутри. То, что я всегда подозревал. Думаю, боже мой, какое обольщение, какое время, как трудно озариваться. Вот кажется, что человек, который служит Богу, может быть, церковь маленькая, людей немного. А здесь же масса, здесь же так много. Здесь все, ну кажется, люди туда идут, там все популярно, там все по-современному. Как будто что-то движется там. А потом открывается такое за лидера самого главного. Его дела, его поступки, его личная жизнь. Ну не хочется верить, пусть там на него наговаривают, но трудно сомневаться. Когда ты видишь, один человек, другой, третий, говорит, который вышли, изнутри рассказывает, что происходит. И думаю, боже мой, это же масса людей. Как будто Иисуса Христа проповедует. Люди идут в воскресенье в церковь. Деньги с них просто выкачивают там все для Бога. Сей, давай, 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 давай. Дома уже неприятности, скандалы, потому что жена все уносит, все сеет туда. Все сеет. А в конце открывается, что это все about money, это все за деньги, это все слава, это все сцена и популярность. И думаю, это же масса людей, такое движение. Везде, как бы сказать, на средствах массовой информации. И как разобраться, как, вот это то, что мы говорим, Иисус сказал, бодрствуйте, возрастайте, проходите в меру полного возраста Христова, чтобы вам не увлечься ветром учения. Много всяких учений, движений, которые массовые, которые известные, которые и популярны, и людям нравятся. Оно апеллирует к такой, к плоти нашей, к чувствам, но на самом деле это отступление от истины. Это не по Евангелию, не по истине. И люди увлекаются, люди уходят. И одна из причин, главных причин, вот это, что ты прочитал, Иисус сказал, бодрствуйте, смотрите, чтобы кто не прочитал вас. Ну а как разобраться, когда прельщение это такое тонкое, такое незаметное. И вот именно в этом случае, что если мы бодрствуем, Иисус сказал в другом месте, апостол Павел, вы не сыны ночи, вы сыны дня. Мы не сыны ночи, мы не в том положении должны быть, что мы не знаем. Мы должны знать, вы свет мира. Я сказал, Иисус сказал, что я свет, кто за мной упадет, тот во тьме не будет оставаться, но будет иметь свет жизни. Мы имеем свет жизни, мы имеем разум, мы имеем понимание. Но если мы с Богом, если мы сблизились, если мы на страже стоим в своей жизни, а если мы в Америке убаюкались, суета, забота житейская, обольщение богатством, наслаждение, удовольствие, рестораны, все доступно, уважение плоти, сластолюбие, люди, как будто человек и в Бога верит, как будто и в собрание воскресенья идет. И деньги дает. Но в то же время человек далеко от Бога. Потерял святость, потерял общение с Богом, вот позволил, чтобы эти, как будто не греховные вещи, но суета, забота житейского, обольщение богатства, написано, как тернии, заглушили духовную жизнь. Бога в разуме мало человек имеет, перестает бодрствовать. И такого человека легко пошатнуть, легко увлечь. А это очень серьезно. Это можно лишиться вечной жизни. Это насколько серьезно. Мы иногда думаем, как те наркоманы, я слышал, которые люди, особенно сейчас это легально, медикейшн, которые наркотики просто рекламируют, но это real drug, наркотики. И говорят, что нормальные люди наркоманами стоят. Не думали даже, но приписали от пейнкиллера, от боли, таблетки. И человек думает, да я всегда брошу, я всегда остановлюсь. Но наркотик, он такую силу имеет, что он пересиливает волю человека. И человек, который думал, одна женщина говорит, я никогда, я, ну я слышал о других, но я, никогда со мной не случится этого. Я знаю, я контролирую себя, сколько надо, там, в экстремальных случаях от боли, когда экстрим пейн, я беру эти таблетки, а так я знаю. Я знаю, и ко мне не будет. Проходит время, она говорит, я наркоманка стала от таблеток. Верующие люди в церкви наперед, недавно я молился женщина, отец за дочь. Потом больше это все открылось. Не думайте, он думает, я кто-то, но не я. Меня не обманет враг. Меня, я истинно служу, я правильно понимаю. Но это правильно, это может быть чисто религиозное, плоткое, человеческое, и мы обмануты. Нам кажется, что путь правильный, нам кажется, что я правильно служу, а на самом деле я. Ты знаешь, что делает? Ты знаешь, что делает медицина? Вот эти компании, которые производят медикаменты обезболивающие, это много миллиардов, они в год делают сотни миллиардов долларов на пожилых людях. Специально внедряют болеутоляющие для того, чтобы списывать, это же деньги идут с государства. Они на этом делают колоссальные деньги. И у отца чуть рука приболела, мы сейчас молимся. Левая рука, где-то он там ударил чуть-чуть, ну, болеет. То, как доктору, малейшее, он и смотреть не хочет. Ничего не хочет, ни рентгенов, ничего. Пейнкиллер. Сразу пейнкиллер. Отец говорит, молодец. Говорит, не буду я брать. Не буду брать. Юрий, если бы это просто пейнкиллер. Это же наркотики. Это опиоид, это настоящие наркотики, которые дают человеку. И они рекламируют и говорят, что ничего страшного, ты в любое время остановиться можешь, пей только... И тяжело остановиться потом. Ампассабл, просто человек потихоньку, 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 и все легально, по рецепту идет. И человек, и с этими людьми что происходит? Я свидетельствую имею, свежие. Как понять этих людей? У них получается swings and mood в настроении. Они очень раздражительны. Трудно быть вокруг этих людей. Почему? Потому что мозг, он не дает сигналы, которые организм... Когда чувствует себя человек хорошо. Это естественно, в организме выделяются такие chemicals. И человек чувствует эмоции или плохо, или хорошо. Но хорошо чувствовать себя, это тоже связано с определенными процессами химическими. Но когда человек употребляет этот наркотик, повреждается мозг. И сигналы не поступают. И хорошее самочувствие приходит только от наркотика. Организм не в состоянии это вырабатывать. Оно убито в человеке. И когда человек этот период, он не употребил таблетку, у него очень настроение плохое. Трудно вокруг него быть. Он кричит, он злится, он сердится. Пока next fix, когда он таблеточку взял, он все нормально. Но это все искусственно. Разрушается человек. Он становится как vegetable. Интерес пропадает потихоньку ко всему. И это насколько незаметно. И с этого, что и верующие люди. Я говорю, свежий отец вышел наперед церкви, молится, говорит, дочь прячет. И вижу, что она наркоманка. И врач приписывает. Она не может от этого избавиться. Просто не может. Я знаю одну сестру, очень хорошая христианка, духовная в церкви была. Помогала мне. Потом впоследствии, пару лет прошло, и я не слышал от нее. Она замуж вышла. По телефону связались. Она говорит, пастор Пол, я нахожусь в рэп-центре. Я говорю, что ты? О чем ты говоришь? Она говорит, в рэп-центре с наркоманами. Приписали таблетки, вот эти пенкиллеры. У нее почки сильно были, камни что-то было там. И она говорит, я никогда не думала. Я думала, что я от боли только. Но так ее, а то вверх взял и говорю, не могу бросить. Не могу. Просто пересиливать. Вот не буду. Полдня проходит и таблетку беру. Нас сегодня смотрят тысячи людей. В разных штатах сегодня смотрят. И это очень хорошую мысль подняли. Это не тема наша. Но вот эта мысль очень важная. Это очень распространено. И этих людей трудно. Они прячутся. Первое, что с ними происходит, они сильно обманывать начинают. Это таблетка, баночка с медицины. Врач прописал, спрячешь в любом месте. И когда ты хочешь взять, это не стакан с вином, не с водкой, что видно, что человек гранит. А он, как будто, когда он таблетку взял, он шарп, он интеллигент. Но когда это проходит, становится человек другим совсем. У него вся жизнь начинает вращаться вокруг этой баночки, вокруг этой таблетки. Только следующую должность. И многие идут уже потом и наркотики покупать, и героин, и марихуана. И дальше все идет уже. Многие легально, даже верующие люди, не хотели, не специально. Насколько это пропаганда в медицинских компаниях, они биллионы прибыли. Сейчас судят. В Канаде судят, в Америке эти компании судят. Они в других странах сейчас, в Южной Америке, на Украине, в других сильно рекламируют, что это от боли, это хорошо. Но не говорят, что это сильный наркотик, который просто разрушает человека, который даже не думал наркоманом стать он наркоманом. Последние несколько лет, раз уж в тему мы пошли, а то интересно. Мы в одном из штатов с моей женой, мы посещали одну семью. Да. Пожилые люди. Им было уже чуть больше 80. И как-то так, как-то они привязались к нам, привязались к нам, двое стариков. Да. Вот, называли, ну, вы как наши дети. И когда мы были в том городе, в том штате, мы обязательно позвонили, не, не, брат Юра там, Ина, если вы в городе, мы хотим вас видеть. И мы периодически посещали, что-то принесем, что-то купим. Вот вместе помолимся. Слава Богу. Да. То есть у нас было такое. Общение. Я почему это говорю, не называя имен, они уже водворились у Господа в прошлом году. Обои. Одно за другим. Так резко ушли. Так вот, однажды мы приехали вечером, он говорит, брат Юра, не приехала, говорит, за мной моя, та, которая помогает нам по дому здесь. Говорит, мне надо за медикаментами, говорит, таблетки у меня кончились. Я говорю, с удовольствием. Говорит, ты ж можешь подвезти. Говорит, брат, садись, все. В какую? Здесь рядом. Мы подъехали к аптеке. Он пошел туда, вышел. Я говорю, сели, возвращаемся уже назад к нему домой. Говорю, брат, говорю, у вас давление видно. Говорю, принимайте от давления. Ну, как старшие люди, обычно это одно из отклонений. Ой, нет, брат, говорит. Я говорю, может, сахар у вас или что-то там связано с этим. Брат Юра, я, говорит, вам, я тебе признаюсь, сынок. Это такие таблетки. Я как выпиваю одну таблетку. Мне так хорошо на сердце сразу. Мне так весело становится. Мне так хочется жить сразу. И я сразу понял. Уловил, да. Я сразу уловил. Я назвал, говорю, брат. Это, говорю, тревожная таблетка. Ой, как мне сразу после нее? Я, когда, говорит, я ее один день не приму, все, говорит, мне жить не хочется. Ну, я к чему? Видишь, оно как наркотик поднимает, когда оно уходит, не только противоположная реакция в настроении, потому что организм, он не может дать эту человеку, естественно, чтобы он себя хорошо чувствовал. Только следующую дозу надо. Вот, иначе он себя плохо чувствует и начинается, многие люди даже не понимают, вот как этот старичок, они необразованные, и начинается ломка, по-нашему говоря. Болят мышцы, болит голова, чувствует себя человек просто плохо, насколько болит тело, болит. И ему кажется, что ему следующую дозу надо, ну, это же доктор прописал, боли, надо взять, потому что болит. А это не та боль, это боль от наркотика, это ты привязанный человек, просто не может бросить. Если он берет, если, дорогие друзья, в вашем доме, возможно, это происходит, эти люди очень прячутся, прятают эти таблетки. Но если вы видите у мужа, у жены, у детей, то он себя хорошо чувствует, такой веселый, умный, хороший. Потом вдруг у него настроение такое плохое встает. Трудно с ним быть вокруг, сердится, кричит, потом опять хорошо. Мы все иногда сердимся, мы все иногда кричим, но это как бы оверреакшн, это больше, чем оно, естественно, это происходит. И вы это замечаете, есть большое подозрение, что этот человек наркоман. Как поступить, пастор Павел, как поступить в этом случае? Очень, очень трудно. Но обычно, если человек сам, многие люди сами в себя приходят, как эта сестра, ей не стыдно сказать. Хорошая христианка говорит, я в наркоцентре. Но она тревогу забила, она осознала, что с ней происходит. Если человек видит, что с ним это происходит, это серьезно. Оно не стоит на одном уровне. Оно садит человека больше вниз, вниз пропадает интерес к жизни, пропадает интерес к работе, к увлечениям впоследствии этих людей. С работы увольняют. Если раньше что-то они хотели делать, у них интерес был, у них этого интереса нет. А как с пожилыми людьми? У них вся жизнь вокруг баночки следующей дозы. А как с пожилыми людьми, которым 70, 80, 90, что-то болит, может, там где-то колит. Я заметил, сталкиваясь с такими людьми, если редко, если человек может, так как эти таблетки, они говорят, нужно, как бы, может быть, раз в две недели, когда экстрим пейн, экстремальная боль. Есть толинол, есть оксидрин, адвил, здесь мы в Америке говорим, какая легкая таблетка, без рецепта их купить можно, они помогают. У меня иногда болит голова, я выпив оксидрин и все. А они не содержат в себе, они не содержат. Это, это, оно мало что дает, но именно вот эти, которые, like, Hydrocodone, Norco, это опиот, там доза наркотика есть. И если человек думает, ну, это пейнкиллер, и он не наркоман, и не думал быть верующий человек, и когда он берет как положено, но дело в том, что оно, вот как ты говоришь, хорошо себя чувствует, боль ушла, так приятно, и он взял. А потом же, а потом обратная реакция, он начинает после таблетки, в другую сторону, плохо себя сильно чувствует, ломка начинается, тело болит, еще надо взять, и потом чаще, чаще, потихонечку. И оно берет над человеком вверх. Я заметил, что эти люди, вот почему написано, что пьяницы, царство божье, не наследуют. Вот наркоманы, это что-то похожее. У них что-то с умом такое происходит, они начинают обманывать, они теряют свое достоинство, они воруют, они нормальные люди. Одна женщина, я на YouTube смотрел, говорит, что, говорит, я, говорит, интеллектная женщина, я никогда не думала, что со мной эта медицинская таблетка впоследствии такое сделает, что я воровать начала. Говорит, я в магазине воровать, я в членов семьи начала воровать деньги, я начала обманывать. Я, говорит, полиция меня остановила, определила, что я под наркотиками, а человек, если он под эту таблетку, полиция остановила, и анализ взяли, наручники сразу. Видишь. Это то же самое, у тебя ум замедлен, у тебя реакция замедлен, ты не можешь за рулем ехать, а люди ездят. И поэтому я так пришел к выводу, что позади этого демон стоит, у человека пропадает интерес к церкви, пропадает интерес молиться, пропадает интерес читать Библию. И впоследствии, если человек не начнет бить тревогу, серьезную, не только он себя может загубить, потому что наркотик он разрушает сильно, так же печень, почки, начинаются потом болезни всякие. Не только человек себя разрушает физически, но и вечно учится под сомнением, как пьяница царства Божьего не наследует. И вот эти люди, которые старичок говорит, что мне так приятно, вези меня в аптеку, а он же не сказал, если он три раза в день берет эту таблетку, я могу сказать, что он зависимый. Эти таблетки, может, раз в две недели можно одну взять, если он три раза берет, наркоман, прямо сказать, наркоман, зависимый человек, вам надо бить серьезную тревогу. Что интересно, что об этом конкретно, конкретного обращения к старшим людям в церквах нет совершенно. Нет образования, нет образования. Совершенно. И в частности, эта семья, они посещали благочестивую, пятидесятническую, очень консервативную церкву. И видно, нет, как ты говоришь, образования, нет учения конкретно обращенно с кафедры на этот счет. Поэтому, друзья, Христос не зря говорит, а что говорю вам, говорю, бодрствуйте. В этом отношении надо быть очень осторожным. Видите, пасторю, люди обычно думают, что наркоман это там колется, героин это уже самые последние наркотики, это конченые люди. А вот сатана так подошел, легально врач приписал. Вот это самая большая опасность в этом, врач приписал, легально от боли приписал, и человек становится. А это наркотик, опиоид, который делает человека зависимым, драг-эддиктив. Он собрал где-то полтора месяца назад, где-то полтора месяца в Белом доме, собрал президент Трамп весь состав своих помощников и объявил этот год, 18-й год, это было в прошлом году, 18-й год он объявил годом борьбы. Так что интересно, он назвал катастрофической ситуацией в Америке по отношению к наркозависящим медикаментам. И конкретно они говорили, что мы, говорит, мы через врачей, мы посадили старших людей, мы посадили на наркотики. Я читал эту статью, даже по новостям это показывали, что... Юрий, это очень серьезно. Очень серьезно. Я думаю, что когда человек пьяный, ну пьяный, видно, что пьяный, он шатается, а этот человек, он не пьяный, его очень трудно понять. Он выпил таблетку или наркотик взял, ему наоборот, он сконцентрированный, он сфокусированный, он реагирует, он умный, он энергичный. Но это искусственно, это очень сильное воздействие на мозг, на эмоции, это производит в человека. Но когда его нету, идет обратная реакция. И человек, он как будто трезвый, но он злой. Он какой-то непонятный человек, он и на работе, я слышу, как мой начальник, он так ведет себя. То он такой хороший, то что-то на него нападет. Похоже, что это человек, зависящий от наркотиков. Вот это опасно, что алкоголик виден, а это такое зло, как будто легальное, как будто его трудно разобраться, что это такое. Писание, а это страшно, страшно. Писание предлагает нам альтернативу, исполняйтесь Духом. Вот это альтернатива, это сильная альтернатива. Тогда никакая глупость. Ну, смотри, если уныл, ну, пей, пой, то есть, пей от Духа Святого. И пой, как Давид. Пой Псалмы. Пой Псалмы. Когда исполняется Духом, когда ему хорошо, когда ему плохо, когда ему радостно, когда ему... Он плачет, как Давид. Это все от Духа Святого. Это от Духа Святого. Ты знаешь, ты чуть раньше, вот в начале, ты поднял эту очень серьезную мысль относительно обольщений, которые также встречаются. Духовные обольщения. Открывается новая церква. Молодые лидеры выходят на арену, как мы говорим. Молодые лидеры, молодые пастыря. Они стараются кого-то где-то скопировать, не имея духовного, к сожалению, опыта. Не имея базовой основы. Писания не имеют. Где-то там с попугайничал чуть-чуть, там позаимствовал, там посмотрел. И это серьезная, это не менее серьезная тревога, чем то, о чем мы говорим. Очень серьезная. В Сиатле, есть пример для этого. В Сиатле, там молодой человек. Смотри, я крестил его много лет назад во имя Отца и Сына Святого Дома. Ревностный был. Восемнадцать лет ему было. По-моему, я крестил практически пятеро или шестеро из семьи. И маму крестил ее. По-моему, то есть пришли к Богу искренне. Хотя из верующей семьи, благочестивый дедушка у него был. Я не называю имен. И настолько он ревностно горел, по Богу горел. В молитвах прибыл, в слове. Ну, потом наши пути разошлись. Мы где-то уехали в Россию тогда. На служение улетели. То есть я начал заниматься служением. И слышу, пошло-поехало. 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 Поехало. И ты не поверишь, что произошло несколько лет назад, до чего дошел молодой человек. Который некогда горел. Упал настолько в обольщении, что проживающий в районе Сиатла, я не знаю, о ком я говорю. Когда-то он на радио гремел, на телевидении. Но сейчас, по-моему, поубирали его со всех этих радио и телевидения. Я включаю радио. В машине, находясь, так сказать, приземлился в аэропорту. Думаю, включу радио. Слышу голос этого молодого человека, который сейчас пастырь, имеет церковь там где-то. И как раз я включил на том моменте, когда он провозглашал под впечатлением, не знаю, какого эффекта. Говорит, Бог хоронит пятидесятнические церква, баптистские церква в этом городе. И на их гробах Бог воздвигает нашу церковь. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. И мне так стало страшно за будущего этого молодого человека. Ну, уже он более молодой. Может, ему, наверное, под сорок где-то уже. Но тем не менее. Думаю, какой, откуда этой дьявольщины? Где ты черпнул это? На каких гробах баптистских и пятидесятнических Господь будет воздвигать твою церковь? Кого Господь будет хоронить? Я тут и отца своего вспомнил, знаешь, и мать свою вспомнил, и дедушку покойного, одного и второго, мучеников и героев веры. На каких гробах? О чем ты? Что ты плетешь? И ты знаешь, тревога мне взяла, когда ты поднял чуть раньше эту тему, то, что происходит на постсоветском пространстве. Якобы хорошее явление, якобы неплохие действия. Вначале, вначале, то есть, есть огонь по Богу, горят люди, призывают людей к покаянию. Но затем начинаются поползновения, отклонения, искажения, когда искажается истина. Ты что думаешь? Подошла ко мне одна сестричка в Сакраменто? Видите, друзья, у нас беседа на чистоту. Да, это очень важная тема. И мы очень важная тема. Это реально то, что происходит с людьми. Это практически то, что каждый день мы встречаем. Каждый день. Чтоб люди слышали и знали, что мы тоже люди. Мы тоже люди. В Сакраменто подходит сестричка, говорит, Бразюра, или как там она, Юрий Михайлович меня назвал, говорит, я с тревогой подошла, где-то мы встретились. Я говорю, почему? Она говорит, там молодой служитель, начинающий, такой активный, такой бодрый, начал проводить молитвы. Так и, говорится, и сын мой, и моя, как она, жена сына, как это, жена сына. Невестка. Невестка, невестка, да. Они начали захаживать туда. Я говорю, так в чем тревога? Ну, говорит, тревога там, когда начинаются эти молитвы, то есть он так ложит руки на молодых людей и старается, чтобы они упали. Упали. Я говорю, для меня это тревожный знак. Для меня это тревожный знак. Говорю, я следующий вопрос задам. Когда приходит сын с невесткой домой, вы заметили, что все деньги и все, что у них в доме, куда-то пропадает? И продают машины, не обращались, говорю, мама, к вам и не говорила, мама, займи мне там 10 тысяч долларов или 20 или 30, мне там надо куда-то пожертвовать. Говорит, ну, пока этого не замечено. Я говорю, сестричка, если такие явления начнут происходить, потому что для меня это уже тревожный знак. Там, где начинаются бить в лоб, чтобы человек упал во время молитвы, не за горами, когда к ногам апостолов, вот в кавычках, уже надо будет имение приносить. Говорю, если вы заметите, что семья останется, детки будут голодные, ну, образно выражаясь, или что надо много туда жертвовать, все, сеет, сеет, сеет. Дайте тревогу и поговорите с пастырем этих молодых людей, потому что они членами другой церкви. Поэтому есть такие тревожные явления, которые вызывают очень серьезное опасение. Пастор Юрий, я сам, как будто бы, ну, уже много лет, многое, что видел, уже почти 60 лет мне. Конечно, я же тебе наступаю на ногу. Пережил, и сам какие-то ошибки делал в жизни. На прошлой неделе один брат, проповедник, уже старше меня на лет 15, чуть ли не каждое воскресенье проповедует церкви. Звонит мне по телефону, говорит, вот ты знаешь, вот есть свидетельство, сестра, которой на мозгах операцию делали, там череп резали, рак в голове нашли. И вот она умерла, три дня в морге была, и в это время, как она в морге тела, мертвая в морге была, вот она на небе была, там ангел ее Иисуса показывал, и на небесах все водил, рассказывал, и в ад потом пошли. Говорит, врач по образованию, мастер спорта по баскетболу, мастер, трижды по мастер спорту. Первая коммунистка в стране была, ее отец там, там какой-то орден славы, герой отечественной войны. Говорит, но она сказала, что ей Иисус Христос сам, когда она была вне тела, что она будет жить до восхищения. 48-го года рождения. Вот он мне главный мастер сказал, вот до восхищения, вот мы в такое время живем, что скоро Христос придет. Говорит, я тебе советую послушать. Я пошел на YouTube, нашел. Я скажу, может многое услышать, знаю, Людмила Белоус такая. Между прочим, там на YouTube есть, она была, и в Шевченко, там аж так вот слушал ее слова, латал все, что она. Потом снял это все. Ну, большила его. На весь мир пошло это. Вот. И вот она рассказывает, и кто-то ее в Америку вызвал сюда. И она рассказывает. Потом, когда в одном, в другом, в третьем месте, когда начали сравнивать это все, в одном месте она, в одном месте она говорит, я медсестра, я училище медицинское законно. В другом месте она говорит, я медицинское училище закончила, потом институт закончила и врачом. В одном месте она говорит, что ее отец был какой-то орден славы. Первое коммунистское строение. Когда начали все это раскручивать, обманывают. Обманывают. Связались с ее детьми на Украине. Дети смеются. Говорят, в Америку вызвали. Наша же мама психически больная. Психически больная. Как она легко верующих обманывает. Как она. Пастырю. Но мне когда мой дядька сказал, я слушаю. Он слушает, ну, грамотно говорили, видишь. Рассудно так. Так она красноречиво говорит. Убедительно говорит. Ну, не просто, как бы сказать, неграмотно. А видно, если она говорит, что врач, ты видишь, что человек говорит, как... Специалист. Специалист, да. И все так, как бы, сходится с Словом Божьим. Но одно место, когда она сказала, что Шевченко спрашивает у нее, а вы там пророка увидели, ветхозаветник, там героя увидели на небе. Она говорит, да, Малахия. Прямо от трона, где Бог там сидит, с такого облака выходит, говорит, я Малахия. И сказал, вы обкрадывайте Бога, принесите десятины ваших. И меня сразу это наосторожило. Потом она еще говорит. Она говорит, там на небе все ангелы и люди, которые там, у них украшения, у них ожерелья, там драгоценные камни, все они там разукрашены в украшениях. Боже, что-то она, или я не знаю, что-то не то, но так она, примерно, как она говорит, за днеторождение, вот как она где-то слышала, где она в церкви была, как там учили, вот такую она линию, и там она так слышала, так она там слышала. Ну, насколько убедительно, насколько, я послушал, засомневался, потом, когда я дальше, пошел, 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 май глад, думаю, я вроде бы, да, ну вот, с одной стороны, и думаю, мы все так, мы не хотим просто все. Все отвергать, вот, вот, все, все неправда, все не от Бога, все обманутые, ну, где-то же истина есть, в конце концов, да, и бодрость, ну, вроде бы я так напрягал себя, ну, так искренне говорю, так грамотно, так убедительно, ну, нельзя не поверить, ну, раз взяли ее на весь мир на телевидении, записали, то и вот так слушал ее, и улыбался там, и его лицо, и ее лицо, да, насколько она все это говорила, а в конце обнаружилось, что это все, она, она психически, какое-то нарушение есть. Это очень тревожно. И все, что она говорит, это она просто, это неправда, неправда. И уже поснимали эти видео, но еще есть, если кто хочет, Татьяна Белуус. Я не думаю, что я буду смотреть это. Но дело, почему я это говорю, пастор Юрий, много такого, это я просто пример пишу, много, Иисус сказал, что многие придут под моим именем, многие будут говорить, что они знают Бога, голос слышат, Новый год сейчас, пойди на интернет, пророчества, за Новый год там, вот все у вас там прорыв будет, финансовое, исцеление, избавление придет, ну, все такое, эмоции человека затраивает, и смотришь, там массово сотни тысяч людей, там лайки ставят, комментарии пишут, ну, я вижу, что не то, пастор Юрий, не то, есть люди очень способны воображать, свое воображение, свое, все, как он хочет, чтобы было, на основании Писания. И прибавляют только, вот я молился, и вот Бог мне открыл, вот Бог мне сказал, и пошло, и поехало. И люди, а люди, вау, 2018 год, прорыв меня придет, избавление придет. Но когда мы читаем Библию, никакого, да, есть там в отношении последнего времени, что есть то, что мы понимаем, но в основном все то, что Писание нам говорит, бодрствуй, молись, исполняй Божьи заповеди, каждый год есть годом избавления, просто расслабиться и думать, вот такой год, вот этот год что-то произойдет. Нет, это могло с тобой произойти пять лет назад, если бы ты стал на стражу, бодрствовал бы, и избавление пришло бы, и перемена пришла бы. И точно так вы говорили. Да, они обещают, только в сооруженном цвете такое обещают, и люди, люди кидаются на это, все такое хорошее, приятное, апеллирующее к слухам. Почему я так говорю? Вот время такое последнее. Смотрите, Иисус сказал, чтобы кто не принесил вас. Вот самый первый признак в последнее время, насколько все тонко, насколько все смешано со Словом Божьим, насколько все грамотно, насколько все, даже вот эти церкви, смотришь, я за Украину сказал, стадион, полно людей. А люди рассказывают, которые все это организовали, говорят, нас сила, целая команда молодежи, с разных городов, посылали в Киев. И она говорит, однажды, мы как рабы, мы шли в больницу, там, у нас денег нет, мы студенты, такси, вот занимай, где, на улицах денег, как нищие просили деньги, чтобы нанять такси и больного, больного человека с больницы, чуть ли не силой, туда на крусейд завести, там исцеление, им надо план выполнить, чтобы количество людей, вот, мне надо 30 человек, чтобы я привел туда. Привез их, заплатил за них, или они сами приедут, они там должны быть, это все отметится должно. Автобусы со всей Украины, с России, с Белоруссии едут туда, церкви, чуть ли не силой, апостолы надо, все, и создается такой вид массовый. А эти девчонки говорят, а что позади этой сцены, как это все производилось, как это все делалось, это на наших слезах, это все ради апостола, это все ради сцены, это все ради славы. И приходит время, оно все лопается. Поэтому вот такое время. Ты знаешь, мне позвонила одна сестричка вчера, чисто по служению, по работе там, по некоторым эфирам, и она так, была славинная сестра, то есть она хорошее дело делает, и она так, в таком захвате говорила, фейсбук, и как это там все, это евангелизируется, как там вот люди все и жертвуют. Я говорю, стоп, 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 сестричка, назвал ее по имени, говорю, нет, нет, это, говорю, не обо мне, говорю, в нашем служении, в импакте есть фейсбук, есть фейсбук, я, люди, которые этим занимаются, вот они получают за это деньги, там, раз в месяц я могу туда выйти, посмотреть, что там, но подсесть мне на фейсбук, и она поняла, что она не того зацепила. Я говорю, нет, 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 это очередная зависимость. Основатели фейсбука, я недавно слышал, второй человек по фейсбуку говорит, я за все время, за 7 лет, может быть, два поста на фейсбук делал, я вообще этим не пользуюсь. Представляешь, представляешь, это специально запланировано, это насколько искусственное общение, неестественное общение, и люди, как вот это лайки там, вот это все, ты мне, я тебе лайк там поставил, и все, люди в это всасываются, это уходит их время, и оно такое все искусственное, и люди зависимые, они не могут без этого, они постоянно там на фейсбуке сидят, и как бы сказать своего рода эдикт. Это та же самая зависимость, пастор Павел. И она говорит, ну, говорит, ваши зрители там то, другое, для них же важно. Я говорю, знаешь, что, сестричка, наш зритель, это серьезный зритель, который сидит у телеэкрана, я же знаю контингент нашего зрителя, это серьезные люди, начиная с среднего возраста и выше, до 90, от 45 до 90. Зрелые люди. Зрелые, да, которые мне массами говорят, тысячами я это слышу. Нет, в церкви постоянно люди подходят, мы смотрим вак. То есть это люди, которые, они не будут бегать там, рыться по фейсбукам где-то, вот, поэтому это тоже одно из тревожных явлений. Почему, почему? Дьявол, смотри, как он хитросплетенно, смотри, как он сделал. Но, вместо того, чтобы человек, служитель, мне пастырь один, говорит, кстати, калифорнийский, молодой пастырь, говорит, хочу исповедоваться. Говорит, по три часа сидел на фейсбуке. По три часа, день, каждый суток. А я говорю, чем же ты в воскресенье кормил народ? Говорит, Юра, Господь меня, говорит, освободил. Я по три часа до последнего месяца, по три часа пастырь сидел в фейсбуке. И церковь ему деньги платит. Пастырь, я это тоже заметил, что на фейсбуке пастыря очень активно там все, как бы, любят лайки, которые на фуллтайм. Которым церковь платит деньги, они в офисах сидят, не посещают больных, не делают, что надо. А на телефонах сидят, на фейсбуке сидят, часами проводят. Опытный человек сразу обратит пастырь на зарплате, и по его активности видно, что он знает все происходящее. А это забирает время. А если ты напашешься на работе в Мазаляме, зарабатываешь деньги, тяжело, тебе не сильно там время на фейсбуке. Конечно, тебе захочется импакт вечером посмотреть и все. Он не работает, он не работает, церковь деньги платит, а он в офисе сидит, пастырь, люди думают, что он молится, а он на фейсбуке. К сожалению. Друзья, мы такие вещи говорим, от чего просто хочется искренне плакать, хочется от этих вещей. И мы говорим не о том, что происходит в стане нечестивого народа, в стане Амалика, или в стане филистимлян. Мы говорим о том, что происходит в стане Божьего народа. Мы говорим о себе, к стыду нашему. Писание говорит, к стыду, апостол Павел говорит, к стыду вашему, говорю. Многие из вас, что? Бога не знают. Да, Бога не знают. Друзья, мы говорим об этих серьезных вещах. Почему Христос? Неоднократно. Я только три стиха привел. А смотрите в Матфея, это Марк. А смотрите в Матфеях, сколько раз говорю, бодрствуйте. Господь говорит, а что говорю вам? Говорю, бодрствуйте. Как, насколько я часто, я об этом говорил неоднократно в эфире, пастырь. И с тобой мы беседовали. Я вот смотрю на наше старшее поколение. Спросите моего отца, что такое фейсбук, он не знает. Он не знает. И слава Богу. И слава Богу. И он знает, что такое молитва с мамой. Они знают, что такое регулярное чтение Слова Божьего. Я хожу на молитве на неделе, там маму твою часто встречаю. Здороваемся. Она мне привет от тебя ведала. Один раз говорю, спешу, там пастыр Юрий звонит, надо ехать. Старушечка такая худенькая, на молитве приходит вечером, молится. Насколько, насколько они блажены. Слава Богу, очень приятно. Насколько они блажены. Трезвый разум, трезвый рассудок за семью, за детей, за сыновья. Молится, полчаса на коленях стоит. Господи, как радостно видеть тебя. Пастор Павел, и таких даже из числа благочестивых наших зрителей, из числа множество таких. Много, много. И благодаря вам, благодаря вам, дело Божие созидается, и Господь еще хранит. Господь церковь вашу благословляет, Господь пастыря вашего еще благословляет. Не из-за того, что кто-то по фейсбукам или по ютюбам роится. По молитве. По молитве вашей. По молитве вашей. Я однажды служил на одной молитве в одном из штатов. Пригласил меня служитель, пастор. Говорит, Юра, у нас по субботам молитвы. Ну, говорит, это, приглашаю. Я как раз был в том штате, посетил. И собираются со всех церквей, наверное, с 10-15 церквей, окружающих, в субботу, сходятся вместе. Я посмотрел на контингент. Старшие люди. Пожилые люди в основном. Не знаю, сколько там было, но много было людей. Пару человек молодых, а то в основном все седовласые. Все седовласые. И, говорю, вы знаете, что? Вот вы, и я говорю, перед молитвой, говорю, как часто? Говорит, мы проводим уже 12 лет. Каждую субботу, каждую субботу, 12 лет подряд. И, говорит, не пропускают. И я говорю, вот смотрите, я говорю, друзья, вы здесь являетесь представителями 12-15 церквей или 20-ти, сколько вы сходите здесь? Сегодня у суббота. И вот то, что вы сегодня делаете, вот таким завтра и будет богослужение. Слава Богу. Говорю, у вас надо учиться. У вас, я говорю, низко преклоняю перед вами голову свою. Потому что то, что вы делаете, будет успех завтрашних служений, будет успех пастырской проповеди. И в судьбах людей. И в судьбах людей. И в семьях, и в политике, и в стране, когда люди молятся, простые люди. Когда Анна написала. В 84-х. В 84-х летняя, не отходила от храма, апостом и молитвой служила Богу день и ночь. Вот она записана в Библии. Она простая женщина, но пост и молитва служила Богу постом и молитвой. Не отходила постоянно. Дорогие мои старшие люди, если у вас есть время, бодрствуйте, молитесь. Я помню, я иногда своих родителей заночевывал. Там от работы близко было несколько раз в неделю. Приеду, сплю у них, утром стою, 6 часов, а папа с мамой молятся в комнате. А мне так страшно. У них регулярно будильник наведенный, все, мы молимся. И за детей, за внуков, смотрю, трое детей у них. Все служат Богу, все устроены. Папа и мама молились. Вот это очень, это труд. Это, может быть, вы не можете на миссию ехать, вы не можете где-то там в церкви трудиться. Но молитва, труд есть. Я слышу, что много старших людей поддерживают импакт или видны. Это, где сокровище ваше, где сердце ваше, там и сокровище ваше. Вы собираете себе сокровища на небе, вы поддерживаете дело Божие. Вы понимаете, что этот канал, это слово Божие звучит, что надо поддерживать. Бог касается вашего сердца, вы откликаете. И награда ваша велика, Бог вам воздаст. Бог благословит, написано. Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше. И труды людей, которые вы оказали его, имя его, послужившие, служа святым. Это вы служите, вы служите святым. Если вы жертвуете, поддерживаете. Друзья, может быть, мало, может быть, кто сколько может, но вместе устрояется дело Божие. Движется. Последнее время, трудное время, отступление, грех. Люди о себе только думают. Для себя деньги, все для удовольствия. Но есть те, которые скромно живут, но поддерживают дело Божие. Слава Богу. Очень приятно, что есть наши люди, старшее поколение, которые жизнь прожили в трудных условиях. Они не расслабились. Они не уснули духовно, но бодрствуют, трезвятся, на страже своей жизни стоят. Это очень сильно. Слава Господу. И я тебе, пастор, скажу так, что настоящая церковь, невидимая церковь. Есть поместная церква, которая находится во всех странах. Но настоящее христианство, это вот такое. Вот такое. Простое. Да, да, да. Пусть, 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 пусть это не будет помпезно, пусть это не будет так фасадно, пусть оно не будет шумно, пусть там не сверкают эти иллюминации, пусть цветомузыка там не гремит. Никто о них не говорит. Никто не говорит. Никто не говорит. Нигде их имена не упоминают. Никто. Нет, нет. А на небе упоминают. Не фейсбук о них не говорит. На небе награда готовят. Ваше лицо не увидят на ютубе. На интернете вас никто не увидит. А какая награда будет на небе? Вау. 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 Награда ваша великая на небесах. Вау. Вау. Слава Иисусу. И таких людей Бог ценит. И таких людей Бог вознаграждает. Да. Почему, когда, может, это у нас с тобой с годами, это я не знаю, но вот с годами оно приходит, знаешь, что? Мудрость созревает с возрастом. Вот, вот, вот. Что вот это, знаешь, молодежная бравада. Молодежная бравада, которая имела место еще 25-30 лет назад, когда мы становились еще в служении, знаешь, она прошла. И ты, оглядываясь на пройденную, мы еще жизнь проходим с тобой. Еще нам до пенсии лет по 20 с тобой. Но, тем не менее, я имею в виду, вот, глядя на те вехи жизненные, которые мы проходили, я вот смотрю и анализирую. Я говорю, там я бы уже так вот осталось. Я бы... Сто процентов. И глядя на молодых, ревностных таких, хороших братьев, молодых таких, петушков, я называю, такие харизматические петушки. Неплохие они. Думаю, а я бы так не сделал. Как достучаться к ним? Как достучаться к ним? Я бы так уже не сделал. И я не слушал. Вот пока не дойдет с годами, может быть. Жалеть будут потом, что не слушали. Друзья, не отчаивайтесь и не ослабевайте. Просто не унывайте ни под каким предлогом. Все равно Господь царствует. Все равно Господь на троне. Он Бог богов, Он Господь всех, без исключения господствующих. Он царь всех, без исключения царствующих. Аллилуйя. Он все и во всем. Он везде. Слава. И тот, который сына своего, написано, не пощадил, но предал его за нас, как с ним не дарует нам и всего. Аллилуйя. И вот это все, оно и в этой жизни все. А в будущем это уже все. Это там уже будет полнота, дополняющая все во всем. При избытком славы. При избытком славы. Но еще, мы должны еще продержаться. Кому-то еще надо продержаться год. Кого-то Господь в этом году заберет. Не кого-то, а точно знать. Помнишь, мы говорили с тобой, что каждый щелчок, это 6-7 человек уходят в вечность. 6-7 человек в вечность уходят. Кому-то еще надо месяц продержаться. Вот нас сегодня встречают в этом прямом эфире кандидаты. Кандидаты. На жизнь вечную в течение этих нескольких дней. И еще, и насколько блаженно, насколько блаженно состояние, когда его будет встречать небо, как победителя. Аллилуйя. Победитель. Поют ангелы. Какие христиане блаженные. Умирает, а знает, что там лучше, что царство небесное, жизнь вечная, новое тело, новая жизнь. Иисус Христов. Это же правда все. Да, это все правда. Какие мы счастливые люди. Блажен бодрствующий, написано, блажен бодрствующий и хранящий. И хранящий. И хранящий. Бодрствующий и хранящий. Мы снова и снова говорим, Иисус Христос любит вас безмерно. Аллилуйя. И безусловно, служи Ему, люби Ему. Просто, если вы никогда не служили Господу, если вы никогда не служили Господу, придите к Нему сегодня и придите к Нему сейчас. То, о чем мы так убедительно говорим, это все истина. Это не сказки, это не выдумки, это не басни, это все реальность. Жизнь вечная, она реальна, она настоящая. Точно так, как вы видите меня, точно такая жизнь вечна, она реальна. Поэтому приди к Богу, приди в покаяние, попроси прощения твоих грехов. Прими Его личным Господом и Спасителем. И придет это избавление, придет радость в сердце. Придет полная свобода в твой дух, в твое сердце, в твою судьбу. Придут великие перемены в твою судьбу. Поэтому во имя Иисуса мы просто благословляем вас. Благословляем именем Иисуса Христа. Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Оставайтесь с нами на импакте. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова